привет и мы продолжаем в этом уроке мы начнем текстурить модель photoshop так сперва я хотел бы исправить тут маленький косяк как вы видите тут квадратик растянулся надо его править так здесь выберем но и вишка полностью сегмент такой так сделаем так вот и немножко компонуем немножко нужно будет поменять все это дело что положение так вот это все таки давайте давайте сюда поставим тут место есть вот и эту часть так сюда и простите так вот это сюда так местами поменяем можете его сюда эту часть так давайте так оставим так вроде все нормально конвертируем сохраняем еще раз заходим ювешки делаем следующее рендер и ввт так делаем вполне хватит 2 к вот сохраняем рабочем столе я сохраняю виде пнг с альфа каналом открываем фотошопе ювешки вот слой ювей сюда и новый слой напишу background давайте вот зальем каким каким-нибудь цветом например серым таким абсолютно черным лучше не стоит потому что как-то на сером лучше видно теперь делаем следующее я скачал тут пару текстур давайте я покажу их вот такую текстуру синюю вот нашел вот такой вот вот такую инструкцию для огнетушителя вы его можете найти в гугле в гугле нашел мне нужна вот эта только часть и я ее сделал таким черно-белым то есть вот такая вот текстура разрешение 512 на 512 так и так вот нашел вот такую текстуру и ее мы можно найти очень легко гугле если забить текст текстура лист текстура лист металла если написать текстура лист металла картинки и она находится здесь вы можете принципе использовать другую текстуру особо не важно вот кажется вот вот она вот окей так давайте приступим так для начала возьмем синюю текстуру так копируем поставим так 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 вот и так дальше может увеличить сюда сюда так вот окей и и можем скопировать отсюда слой на ярове копий слой через скопирование поднимаем наверх стираем так вот чтоб швов не видно было можем взять отсюда слой через скопирование или горячая клавиша которым джей вот так хорошо и резина резину мы тоже сделаем из этой текстуры так только мы ее сначала сделаем черный абсолютно черный такой вот мрачный это это по моему тоже chrome посмотрим потом так давайте посмотрим что это за части вот это вот резина вы хорошо пластик в общем а вот это chrome так делаем слой заливаем цвет пока что любой цвет можно делать пока что белый чуть-чуть темный и надо найти текстуру ну какой-нибудь грязи до черно-белой они у меня есть так сейчас я покажу вот такая вот коллекция текстур можете гугли найти принципе это не сложно так давайте возьмем например вот этот так поставим сюда который я скопировал так делаем его черно-белым так вот соединяем все эти слои и делаем маску и мы не должны оставлять так абсолютно таким то есть нужно делать более светлее поэтому я делаю но кому можно осветить то есть использовать и меч от час нанц и хуеса трещин хюса трещин и добавить lightness вот принципе то так зайдет вот так теперь простите приступаем вот так это надо поменять на красный цвет так давайте посмотрим вот типа такого давайте вот эту картинку уменьшим и поставим сюда примерно чтобы видеть пример так давайте сэмпл типа пример поверх всего поставим а я вышку надо сделать неперемещаемым вот и опасите сделал 50 вот так теперь красный меняем на красный руки такой вот цвет например нажимаем окей так теперь напишем тут base red color тут резина ribbon или пластик пластик все таки делаем тик а это давайте вот соединим с этим control и то есть match layer metal 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 нет вот и принципе так вот эти можно исправить давайте поправим равен ну и все остальные пускай оставим как есть ну типа тарапины на корпусе так теперь берем текстуру вот эту текстуру теперь делаем следующее которое которое си троги и тут мы делаем скрин и да скрин 90 по сети что можно делать еще 80 виднее было какой-то такой рельеф был так и можно оставить так так можем сделать сверху еще какой-нибудь такой вот брайан можем найти парик стингующий струкшен я вот так вот искал так картинки так нам нужен бренд fire squad что у нас remember да remember так так давайте не возьмем например напишем fire squad так сверху сделаем такой вот в такую вот рамочку и напишем здесь свой канцел fire squad и чем шрифт подберем примерно такой по-моему шрифт он и европе какой-то вот европе текст да вот такой жирный сделаем я размер поменьше делаем и черный цвет сделаем синим как здесь вот так и прозрачность 80 делаем да вот так вот так теперь посмотрим как у нас получилось спрячем девушку так нам надо следующее сохраняем psd так я сохранил себя так 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 и то так сохраним и сохраняем как можно сохранить как пнг чтобы качество было хорошее или как давайте давайте делаем diffuse fast так заходим макс кстати нет кстати все таки надо экспортировать и посмотреть это движки игровом движке unreal engine так давайте я пока запущу давайте пока пока запускается посмотрим работаем с текстурами чуть-чуть так это пластик нам нужна труба тут мы поработаем с этой текстурой вот я вот эту текстуру взял и сделал ее тарик чтобы она повторялась есть маленький косяк не обращайте внимание главное показать суть так вот здесь вот сделаем два раза меньше хотя 25 процентов давайте делаем так так вот дальше соединяю еще раз так вот сделаем еще раз поменьше делаем то есть на два раза 50 5 давайте оставим как есть и сделаем просто следующий так нет надо помещать делать вот еще и вот сюда постараемся делать чтоб край ровно был с этим нас края край край тогда швы особо незаметно будут так здесь конечно будет заметно так и сделаем так screen по сети сделаем 50 нет 35 вот так вот так сохраняем и давайте откроем какую-нибудь цену простую чтоб проверить это у меня так цена которая быстро открывается вот так и я прошу прощения за то что я заранее не подготовил анрил для быстрого запуска давайте вот здесь вот сделаем следующее копии сделаем вот этот слой такой вот слой я скопировал и делаю флип зонтал вот и хочу чтобы она вот здесь вот повторялась и поэтому стираю с этой стороны резинкой вот вот так сверху и снизу то же самое можно сделать соединяю сразу слои копий вот так еще раз так цена готова и так смесь так так сидим папку тут fire extinguisher так экспортируем объект dx хотя нет наверное у вас нету этого скрипта так тогда делаем следующий экспорт сладит так вот сюда папку экспорт экспорт типа fire extinguisher скопируем имя так экспорт сладит чёрт 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 так я скопировал имя не сохранял путь давайте я просто посмотрю статик 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 объект вот такие вот галочки и вот такие вот и надо сохранить пресеты так экспорт окей так теперь импортируем наш объект так материал можно удалить хотят нет давайте оставим просто переменной вот так вот так вот так вот так вот так вот такой вот у нас есть объект так материал откроем материал удаляем так текстуру сюда бросаем этот текстуром соединяем и дефилом это есть дай скалор тут вот нажимаем apply смотрим в принципе и готово вот так не может поднять наверх и чуть-чуть так на пару что на объекте не показывает показывать сетку можно было увидеть сколько хотя нет давайте посмотрим вот здесь здесь нужно показывать вар так ладно смотрим максим так потерял так текстуру сюда так вот на один полигон передвинуть вот эти штучки и вот вот так вот так теперь римпорт вот теперь все на нас хотя нет надо еще наверх поднять черт я забыл простите так вот так вот все так включаем так повернем объект нашего сторону вот так вот окей теперь давайте кстати вот этот вот эта часть не должна была быть красной так давайте посмотрим где это находится вот ладно ладно ничего страшного так возьмем отсюда текстуру белую переместим сюда копирование копирование через слой через копирование удаляем этот слой и соединяем со стоим металл вот так вот и вот кстати вот это тоже должна быть желтый так вот так вот сюда так отсюда возьмем кусок который джейна нажал чтобы скопировать так и меняем цвет так давайте сделаем еще одно так вот здесь вот нужно сделать индикаторы для этого делаем так возьмем круг простите так строк строк и но красный цвет а тут фил уберем и меньше сделаем и строк сделаем побольше вот так вот это конвертируем со слой а то есть соединяем со слоем чтобы сделать его растровой картинкой давайте вот так вот не особо заморачиваясь стираем разделяем на три куска а через скопирование а через скопирование потрогай тоже потрогай тут меняем цвет на зеленый этот меняем на желтый вот и сделаем сделаем вот такую вещь круг круг и делаем стрелку так для этого так выберем вот так вот примерно и повернем как так как как римпорт ничего страшного давайте сделаем следующее зайдем макс выберем вот этот вот эту ювишку и просто делаем вот и еще один раз все конвертируем и экспортируем модель так кей а нет и текстура модель римпорт вот так вот этого так теперь остается разобраться с текстурами металл нас раз нас так а это мы сделаем следующем уроке и встретимся на следующем уроке